Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги Библия в иллюстрациях гравюры на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Давид и Саул И вышел Давид оттуда и жил в безопасных местах Энгади. Когда Саул возвратился от Филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Энгади. И взял в Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот, я придам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь». Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот, Давид, умышляет зло на тебя?» «Вот, сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя. Но и пощадил тебя и сказал, «Не подниму руки мои на господина моего, ибо он помазанник Господа». Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руки моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, и ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобой, и да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Субтитры создавал DimaTorzok